Дорогие телезрители, дорогие отцы, братья и сёстры, сердечно вас поздравляю с праздником Рождеством Христовым. Вновь прозвучал гимн неба. Христос рождает слави, и Христос с небес срящите. Гимн неба. Слава Вышней Богу, и на земле мир в человеческом благоволении. Мы сердечно и всегда с радостью поздравляем друг друга с этим праздником Рождества Христовым. Мы желаем каждому ради Христа счастья и благополучия. Всегда желаем любви и согласия. Желаем, чтобы наша жизнь протекала мирно, спокойно, чтобы наша жизнь была бы счастливой. Будем же, дорогие, своё сердце держать открытым для восприятия и принятия Богомладенца Христа. Когда Господь приходит к нам, то нам становится и светлее, и радостнее, потому что от Господа зависит наша жизнь, наша земная жизнь и наша жизнь, будущее. От Господа зависит и смысл, и цель нашей жизни – это приобрести вечное спасение. Дорогие, Рождество Христово для нас и для всего мира – это знаменательный праздник. И мы всегда ждём с нетерпением этот праздник, потому что уже с введениями в Северной Городице мы начинаем петь «Христос рождает славите, Христос небес срящите». Дорогие, мы не должны удаляться от Господа. Господь от нас никогда не удалялся и не удалится, потому что Он сказал, я с вами днись до скончания века. А когда мы уходим от Бога, то действительно теряем ту связь благодатную, которую Господь своей жизнью, своей крестной смертью дал нам, дал, чтобы мы бы постоянно здесь прославляли Бога, чтобы мы здесь на земле приобретали всё то, что нужно для неба. Дорогие братья и сёстры, в честь рождения Бога-младенца будем же изменять свой образ жизни. Будем, а сейчас всё надвигается и труднее, и сложнее жизни в мире, и не только у нас в семье, но и лично у каждого человека. И когда Господь говорит «Слава Выше Богу и мир вам», то мы знаем, что Он даёт нам ту заповедь, чтобы мы жили этим миром. Мы видим, что по странам и весям вот этой немирной жизни, когда волнение людей ради каких-то своих целей приводит к тому, что и остальные люди заражаются вот этой немирной жизнью, стараются вмешаться в жизни других людей и других стран, чтобы как будто бы наладить там эту мирную жизнь. Когда мы идём против человека, против своих соратников, то безусловно, мы делаем это против Божьих заповедей, потому что Господь сказал «Любите друг друга», а мы вместо того, чтобы любить, мы стараемся что-то наладить, что-то исправить, а поэтому происходит разрушение, поэтому происходит вот междуусобица и войны. Ещё раз я поздравляю вас с Рождеством Христом. Я желаю, что пусть Богомладенец даст вам хоть капельку счастья, радости, утешения своим рождением, своим присутствием. Пусть же Господь управляет нами Сам, Он видит, как лучше нам жить, поступать по одним или другим законам. И пусть же этим законом является Богомладенец Христос. Ему слава веки. Аминь.